Казахстанские лифты в ожидании подъема. Отечественный рынок этого вида производства несколько лет назад был отдан иностранным компаниям. Основными конкурентами на рынке являются Российская Федерация, Белоруссия, Китай. Но строительный бум в Казахстане сделал свое дело. Свой рынок сбыта появился и у отечественного производителя. Правда, компаний, работающих в этом сложном виде промышленности, в стране не так много. На сегодняшний день лифтовое производство страны представляет три завода. Сейчас одна из главных задач не только увеличение производства, но и повышение локализации, чтобы не зависеть от иностранных запчастей, импорт которых может остановиться, как показала практика, в любой момент. В том числе и из-за пандемии. У нас срок доставки был от 20 до 30 дней. На данный момент срок доставки увеличился от 3 до 4 месяцев. И это при том, что у казахстанского рынка огромная потребность в местном лифтовом оборудовании, которое можно было бы использовать не только при строительстве новых многоэтажек, но и, например, при модернизации лифтов с истекшим сроком эксплуатации. Ведь жалобы на некачественные подъемники даже в относительно новых высотках делают частое. Почему же в стране спрос никак не сойдется с предложением? И как государство намерено поддержать отечественного производителя? Разберемся в очередном выпуске программы «Промышленность». Пока в Казахстане полного цикла производства лифтов нет. Отечественная линейка подъемников организована по типу отечественных автомобилей. Завозят определенные запчасти, а уже на заводе внутри страны собирают. Для того, чтобы отечественный лифт был полностью отечественным, в Казахстане необходимо было бы выпускать для подъемников еще электродвигатели, редукторы, электронные станции управления и системы безопасности. Впрочем, говорят эксперты, ежегодно объем локализации местными производителями лифтов увеличивается. Года два-три назад конкуренцию было сложновато выдерживать. Но на данный момент мы на таком уровне, что мы конкурентоспособны. И, в принципе, нам эту конкуренцию выдерживать несложно. Так как все, что есть в современном лифтостроении, мы активно интегрируем, активно разрабатываем эти технологии и добавляем в наше производство. То есть наше оборудование обладает и лебедки, и двери частотным преобразователем, что позволяет лифту плавно ходить и плавно открывать двери. При этом процесс производства лифтов трудоемкий и требует квалифицированных специалистов, которых пока на рынке дефицит. Но даже не это тормозит развитие казахстанского производства. Причина иная. Проблема на сегодняшний день нашего казахстанского производства – отсутствие должной поддержки со стороны государственных органов, со стороны Акиматов, которые бы могли проследить за исполнением и применением товаров отечественного производства при строительстве объектов за счет бюджетных средств. Парадокс. В Министерстве индустрии и инфраструктурного развития подтверждают, что ежегодно Казахстан импортирует больше 5000 лифтов, а существующее отечественное производство покрывает чуть больше 21% потребительского спроса. Казалось бы, зачем обеспечивать работу иностранного производителя, когда есть свой? При этом в стране разработаны нормативные акты, которые обязывают застройщика и строительные компании применять продукцию отечественных производителей. Однако на деле, сетуют казахстанские лифтовики, все приказы правительства не исполняются. И в итоге устанавливают в отечественных ЖК подъемники в основном белорусского либо российского производства. Необходимо на законодательном уровне предусмотреть ответственность за застройщиками, за заказчиками, за несоблюдение этих нормативов. Что это даст? Поскольку есть ряд нормативов в пользу отечественных, но они на местах не выполняются. Если была бы такая административная ответственность, то, я думаю, был бы какой-то эффект от этого более положительный. Правительстве к чаяниям отечественных производителей лифтов прислушались. И в этом году внесли этот вид промышленности в программу экономики простых вещей. Это значит, что отрасль получает существенные преференции со стороны государства. Впрочем, эксперты уверены, что этого недостаточно. Государство поддерживает производителей лифтовой продукции. Для отечественных производителей существуют как законодательные, так и финансовые меры поддержки. Разработана и действует дорожная карта по развитию лифтовой отрасли. Однако, учитывая динамику увеличения импорта, необходима все-таки дополнительная поддержка для увеличения местного содержания. Эксперты, разбирающиеся в этой отрасли промышленности, подсчитали, при должной поддержке Казахстан может производить больше и практически на 100% закрывать потребности внутреннего рынка. Сейчас годовая емкость рынка, по разным данным, может достигать почти 7 тысяч лифтов. И эти цифры, без учета тех подъемников, которые нуждаются в замене и закончании срока эксплуатации. По информации, на конец прошлого года в нашей стране было почти 6 тысяч таких лифтов. В Казахстане производством лифтов занимаются три основные компании, без учета мелких предприятий. Производство сосредоточено преимущественно в Акмолинской, Алматинской областях и в городе Алматы. Динамика производства лифтовой продукции в последние годы стабильная, без резких скачков и перепадов. Производство в среднем достигает 10 миллиардов деньг в год. И эти цифры, по словам представителя Казахстанского центра индустрии и экспорта, не меняются второй год. В 2020 году объем производства также достигал 10 миллиардов деньг. Но импорт увеличился в два раза до 50 миллиардов. Продукция казахстанских производителей ничем не отличается по качеству от наших российских аналогов, китайских аналогов и так далее. Они показали себя на деле и получили, я скажу, высокие положительные отзывы со стороны потребителей на сегодняшний день. Мы переговорили с производителями и мы довели стоимость на сегодняшний день их оборудования, казахстанских производителей, до стоимости, которые имеем мы на рынке. То есть мы подошли уже к стоимости белорусских лифтов и российских лифтов. Пока же все отечественные предприятия работают не то, что в неполную силу. Загруженность всего 7-10%. А пандемия и закрывшиеся границы ситуацию только усугубили. Запчасти перестали вовремя привозить в Казахстан. Пришлось еще больше пересматривать процессы. Получился, по сути, замкнутый круг. Мало производства, мало продаж, нет средств, чтобы повысить локализацию. Мне кажется, необходимо создать определенный механизм государственного лизинга на приобретение лифтов со стороны строительных компаний и застройщиков, чтобы часть суммы субсидировала государство перед строительными компаниями, перед застройщиками. Это даст большой эффект, поскольку мы будем развивать наше лифтовое производство и откроем новые рабочие места и решим вопрос с импортозамещением. Сейчас средняя стоимость одного лифта 10 миллионов тенге. Производители даже подсчитали приблизительную емкость внутреннего рынка по цифрам, озвученным в Кабмине о новом этапе жилищного строительства. Объем рынка примерно 70 миллиардов тенге. И спрос повышается ежегодно. Рост около 10%. А отечественный производитель хочет и может работать. Все, что есть в современном лифтовостроении, то есть все системы безопасности, все датчики, лебедки, все бесшумные. Ну, у нас точно не хуже. Не скажу, что лучше, это так нельзя говорить, но не хуже. Это 100%. Определенно нашей гордостью является выставка «Астана-экспо-2017», на которой мы установили 77 лифтов и 8 эскалаторов. За три месяца мы произвели, более того, доставили и смонтировали такой объем производства, такой объем оборудования. Казахстанский лифтовый рынок при объемах жилищного строительства в нашей стране и внутреннего производства остается лакомным кусочком для иностранных производителей. В начале этого года о планах выйти на рынок Казахстана заявили белорусские производители. И это значит, что отечественные компании должны быть готовы к усиленной конкуренции уже на своей территории. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Продолжение следует...